Дорогие друзья, меня зовут Лев Мазур. Я ученик 4-го бакласса из Олевсинской школы номер 13. Несколько лет назад я стал читателем филиала номер 4. Сейчас в свободное время я прихожу в читальный зал и читаю книги и энциклопедии, общаюсь с библиотекарем, а также участвую в библиотечных акциях и книжных праздниках. Библиотекарь всегда помогает мне найти нужную книгу. Сейчас я влюбился книгами о Великой Отечественной войне, о мужестве солдат и об их подвигах. Я вам рекомендую прочитать сборник Сергея Алексеева «Рассказы о маршале Жукове». В этом сборнике собраны все рассказы о великом полководце Георгии Константиновиче Жукове. Больше всего мне запомнился рассказ «Волшебный огонь», из которого я узнал, как маршал Жуков и его верные солдаты смогли взять в сторону Берлин и водрузить Красное Знамя Победы. Жуков принял решение ночью обрушить шквал огня на фашистскую сторону, ослепить врагов светом прожекторов. Это позволило произвести сокрушительный удар невиданной силы. После среди фашистов появился слух, что советским войскам помогал какой-то волшебный огонь. И кто-то рассказал это маршалу. Мне очень понравился ответ маршалу Жукова. А что? Был огонь, был волшебный. В сердце солдатском огонь волшебный. Он и принес победу. Познакомиться с другими рассказами вы сможете, прочитав весь сборник о маршале Жукове. Владимир Овечкин. Солдатские сапоги. Пусть в музее и тесно, только если бы мог, я оставил бы место для солдатских сапог, чтоб сурово и строго, как на площади храм, сапоги рядового возвышались бы там. Пусть осыпалась глина с их тяжелых морщин, от Москвы до Берлина, прилипавшая к ним. Но потершейся кожей говорили б они о дорогах тревожных, о дорогах войны. Пусть они грубоватые, некрасивы их швы. В сапогах тех солдаты пол Европы прошли. Их сикла непогода, рвался он и горел сорок первого года, сорок первый размер. В них ползли и шли шагом, наступали опять, чтобы флаг над Рейхстагом в день победы поднять. Пусть в музее и тесно, только если бы мог, я оставил бы место для солдатских сапог. В братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. В ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь часто вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А вечным огнем и шпыхнувши там, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящие сердца солдат. У братских могил нет заплаканных дом, всегда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!